Живую изгородь, клумба, вот эта тротуарная плитка, асфальт, это все мы сами за свои средства делали. Со всем этим директору кунгурского предприятия по производству керамики Александру Кобелеву, возможно, вскоре придется попрощаться. Но это еще не самые серьезные потери, которые ожидают мужчину. Администрация города требует, чтобы Александр снес здание своего гончарного магазина, поскольку оно считается самовольной, а значит, незаконной постройкой. Предприниматель таким решением был очень удивлен. Представляете, в центре города строится магазин, 14 лет работает, он незаконно построенный и прочее. Я уверяю вас, все разрешения, все согласования, все есть. У нас есть разрешение на строительство, акты приемки в эксплуатацию магазина. Кроме того, мы с первого дня и по сей день платим арендную плату. Городская управа, знаешь, мы платим арендную плату. Комитет по оградостроительству и ресурсам требует снести магазин, потому что по закону на этой территории могут быть размещены только объекты мелкорозничной торговли. Проще говоря, не стационарные павильоны. А кончарная лавка является капитальной постройкой. Это выяснилось, когда жена Александра Кобелева, юридический собственник здания, обратилась в суд, чтобы выкупить муниципальную землю под торговым объектом. Кобелева Любовь Михайловна заявила, ну или ее представитель, будем так говорить, заявила о том, что данный объект является капитальным строительством. Представила соответствующее экспертное заключение в суд и подтвердила в суде, что это объект капитального строительства. Поскольку он был возведен без разрешительной документации, это и послужило основным основанием для отказа установления права собственности на объект капитального строительства. 27 июля состоится суд, на котором будут решать, снесут ли магазин по продаже глиняной посуды. Если решение примут не в пользу Кобелевых, гончарное предприятие, которому мужчина отдал 20 лет жизни, скорее всего прекратит свое существование. Кирилл Диев, телекомпания «Ветта». Кирилл Диев, телекомпания «Ветта»